Приветствую вас! Внимательно прочитал ваше письмо, по-другому его не назовешь. Это письмо, оно очень, знаете, я бы сказал, драматичное, не побоится этого слова. Оно действительно показывает, насколько разнообразна может быть жизнь в нашем обществе, в нашем мире, и показывает то, что далеко не всегда мужчина виноват в том, что происходит, ну, то есть в измене. Значит, вы пишете, что, оп, любите свою жену, любите ее в браке 9 лет, значит, вы в браке 9 лет, Я тут прочитал ваше сообщение, пока что, которое вы написали текстом, нет, на самом деле не будет больше вопросов, потому что мне все понятно. Итак, более чем понятно, я хотел бы вам ответить только так, что я сам при аудио разговорах видел не пользуюсь, не пользуюсь, так что все нормально. Значит, вы любите свою жену и любили ее, но ваша интимная жизнь после рождения дочери сошла на нет. И, пожалуй, это, то, что у вас интимная жизнь сошла на нет, явилось ключевым пунктом, ключевым элементом к тому, что вы инстинктивно, не получая удовлетворения своим желаниям, начали искать, подсознательно искать, еще даже не осознавая этого, женщину другую, женщину, которая бы удовлетворила ваши желания. Я не говорю, что вы изначально ставили целью изменить своей жене или изменять ей. Нет, такой цели вы себе не ставили, и вы не думаете, я вас не обвиняю, я не собираюсь вас обвинить. Вообще, если какой-то психолог, у вас лично никогда не были на приеме, если когда-нибудь еще будете, в чем я надеюсь, конечно, я надеюсь, что этого не будет, но тем не менее, если когда-нибудь будете, если какой-то психолог начнет вас в чем-то обвинять, то это верный показатель того, что человек не профессионал. Потому что профессионал никогда никого не будет обвинять. Вы пришли за помощью, а не за обвинением. Обвиняют нас в суде. Мы не в суде, чтобы судить. Поэтому обвинений... Прочу прощения, жарко просто. Обвинений не будет. Значит, вы любите свою дочь, и это я понял из вашего сообщения. Но ваша жена возле того, как родилась дочь, стала просто антолец. И естественно, что вы как мужчина перестали получать удовлетворение своих желаний. Как мужчина, вы начали чувствовать себя неудовлетворенным. А ваша жена довольствовала тем, что вы даст ей подарки, и вот вы пишете, у нее есть машина, бриллианты, она едет за границу. И здесь, пожалуй, наверное, момент заключается в том, что вы свою жену балуете. То есть вы для нее слишком много всего делаете. И ничего, она, наверное, подумала, что как бы она себя ни вела, что бы она ни делала, вы все равно будете для нее всегда все делать. Вы для нее всегда все равно будете, как, знаете, собачка на брилли, будете все для нее делать, и всячески их оберегать, отвлекать и потакать ее любым капри-каприном. Это неправильно. Потому что если вы видите, что ваша женщина не заботится о вас, ну то есть как не заботится, не отвечает вашим потребностям, то и вам нужно в меньшей степени удовлетворять ее потребности. А так получается, что когда она вам, когда она для вас что-то делает, вы для нее делаете, и когда она для вас ничего не делает, вы также для нее что-то делаете. Получается в ситуации, когда, ну, достаточно простая, человеку не нужно ничего делать, чтобы получать что-то взамен. И тут просто-напросто элементарная теория оперативного научения, когда вырабатывает у человека рефлекс, что, чтобы он не делал, он все равно получит в итоге свое. И если он ничего не будет делать, он тоже будет получить свое. Тогда чем что-то делать? Далее. Почему ваша жена начала от вас удаляться после рождения ребенка? Дело в том, что... Дело в том, что у женщин после беременности часто возникают проблемы после рождения ребенка, часто возникают такие вот проблемы. То есть у них меняется гормональный сбой, меняется гормональный фон, происходят какие-то изменения в организме, вследствие чего существенно снижается либина. Это проблемы с здоровьем, это проблемы, которые может быть нужно решать сексологам, это проблемы, которые может быть нужно решать сексопатологам, может быть у нее что-то вроде пострадовой депрессии, может быть что-нибудь еще. Про вашу жену вы рассказываете достаточно мало, но при том, что она у вас имеет машину, приезжает, приедет за границу и того, что по сути не хочет с вами жить интимной жизнью. Дальше вы вешаете такую вещь, что будучи неудовлетворенным, вы общаетесь со многими людьми и естественно познакомились с другой жизнью, которая стала для вас любовницей, которая по сути дала вам новую жизнь, другую жизнь, вы влюбились в нее, вы потеряли голову и вы сейчас говорите о том, что вы любите двух женщин. На самом деле вы не любите двух женщин, ибо двух женщин любить нельзя. Вы любите, я не могу ответить на вопрос, кого вы любите, я не знаю, но по существу, вот по факту, по факту, своей женщине, другой, Карине, вы испытываете страсть, увлеченность. Она дает вам то, что вы так хотите. Она дает вам интим, она дает вам возможность почувствовать себя мужчиной, и она дает вам то, чего вы не получаете от своей супруги. И далее вы пишите такую вещь, что с вашей женой у вас начались конфликты. Потому что да, ваша жена интуитивно чувствует, что у вас появилась другая. Она не чувствует уже так и кранча, что вы в ней нуждаетесь. И ничего она не говорит вам потому, что понимает, что вы ее содержите, понимает, что она зависит от вас материально, и что в принципе и в целом она сама виновата в том, что делает. Если бы она отвечала вашим желаниям и жила бы с вами той интимной жизни, которую вы хотите, если бы она отвечала вашим потребностям, вы бы ей не изменяли. Вы изменяете, потому что вас поставили в такую ситуацию. И тут нужно, знаете как, не строить илюзий. Не строить илюзий. Вы не любите двух женщин. Вы не разочаровались своей жене, потому что вы не хотите сделать ей больно, вы не хотите оставить ее без мужчины и так далее. Вы способны сохранить свой брак. Но только если, только если, вот значит, вы будете налаживать со своей женщиной интимную жизнь. То есть вы скажете ей, однажды вот просто придете к ней и скажете, Дорогая, меня не устраивает. Меня не устраивает, как у нас протекает с тобой интимная жизнь. Давай что-то менять. Я не думаю, что дочь в 5 лет не может спать одна. Ты спишь с ней, чтобы не спать со мной. Если я тебе чем-то неприятен, скажи мне, пожалуйста. Если ты мне не можешь сказать, чем я тебе неприятен, то я буду воспринимать это, как твое нежелание со мной спать. Как твое нежелание менять. Как проявление нелюбви ко мне. Если ты меня не любишь, если ты меня не любишь, то жить с тобой как соседи, при том, что я тебя обеспечиваю, при том, что я обеспечивал тебе машину, бриллианты, поездка за границу, ты ни в чем себе не отказываешь, мне так не хочется. Потому что интимная жизнь – это часть попружеского долга. И если это часть попружеских обязанностей, если ты не хочешь их выполнять – твое право, если ты не хочешь со мной спать – твое право, то, что ты не хочешь. Но меня это не устраивает. И надо подумать, какой нам тогда с тобой вообще искать выход. Либо ты говоришь мне, что тебе неприятно, допустим, спасти со мной. То есть говоришь, почему ты перестал меня хотеть? Может быть, я тут не так делаю, может быть, как-то я тебе грубо сделал, что-то больно, как-то еще что-то. Может быть, страх у тебя какой-то, мой комплекс, может быть, что-нибудь еще, что угодно. Но, пожалуйста, скажи мне. Если ты сама не знаешь, если я ничего не делаю, но ты просто перестал меня хотеть, то, что ты не можешь сделать, а, блядь, давай обратимся к психологу, ну, то есть ей обратиться к психологу, да, давай обратимся к сексологу, то мы помог тебе решить твою проблему. Я с твоей стороны тебе все оплачу, я с твоей стороны во всем тебе помогу, но, пожалуйста, давай налаживать нашу интимную жизнь. Если ваша женщина откажется это делать, и дать ей какое-то время, кстати, хватало на то, чтобы она вот для тебя решила, как ей жить, как ей действовать, это время в возможности дать проводить только с ней, то есть с Кариной не общайтесь, не встречайтесь и так далее. И если ваша жена не предпримет никаких реальных шагов в сторону того, чтобы наладить с вами вашу интимную жизнь, то тогда вам нужно Маргархите сказать совершенно четко, что вы так с ней больше жить не можете, и, наверное, вы хотели бы пожить отдельно. Если вы честны с ней, то можете сказать откровенно, что вы, наверное, поскольку она вас сексуально не удовлетворяет, вы, наверное, найдете себе другую женщину для секса, потому что вы чувствуете, что вы не реализуете свою потребность, и не видите желания со стороны Маргариты как-то налаживать вашу интимную жизнь. То есть, понимаете, дайте своей жене шанс сохранить семью. Я не знаю, как вы с ней разговаривали, я из вашего текста не очень понятно, как вы разговаривали именно, но вне зависимости от того, что вы ей говорили, скажите ей еще раз вот то, что я вам сейчас озвучил. Скажите ей это и дайте время. То есть, скажи, вот, например, тебе там два месяца. Вот в течение двух месяцев, пожалуйста, давай к чему-нибудь придем. И это время старайтесь проводить только с ней. Дальше. Для дочери вашей, как вы правильно заметили, очень негативны, когда вы ссоритесь. Ссоритесь вы потому, что ваша жена действительно интуитивно чувствует, что у вас появилась другая. И она чувствует, но ничего не делает. Видимо, считает, что вы привязаны к ней. Вам нужно показать ей, что вы к ней не привязаны. Что вы готовы ее оставить. Что вы не желаете терпеть такое вот отношение с ее стороны к вам. Отчасти еще и к тому, что это негативно влияет на дочь. И даже есть шанс, вы увидите, что она представляет себе в отношении вас. Как она видит, пожалуйста. Если она захочет что-то делать, значит она реально будет бороться за вашу семью. В этом случае вы будете решать проблемы. Вы будете, может быть, экскрементировать в сексе. Вы будете видеть, как ваша женщина будет стараться дать вам то, что вы хотите. И тогда у вас появится понимание. Вот если ваша жена полностью вас будет секси удовлетворять. Карина вам нужна будет или нет? Вы сами написали, что она устраивает вас, Карина, во всем, только в интимном плане. Но и все, на самом деле, она интересна вам только как артер мстильных отношений. Не более того. И интересный собеседник. Кстати говоря, этот момент тоже достаточно ваш. Если, как и Карина, для вас интересный собеседник, то тогда возникает такой вопрос. А вы что, со своей женщиной не общаетесь вот так вот по душе сам? Получается, у вас немало общего. Получается, у вас мало общих интересов. Получается, вы не только в интимной жизни сейчас расходите сной и расходите сплошное общение. Если так, то это уже вам нужно восстанавливать. То есть, вашей жене нужно восстанавливать интимную жизнь, а вам нужно работать над тем, чтобы у вас было какое-то количество общих интересов. Налаживать эти общие интересы. Как это сделать? Вы знаете, что интересно вам. Вы знаете, что интересно вашей жене. Вот и попробуйте в области смежных интересов. То есть, там, где могут совпадать и ее, и ваши интересы, ей уступить и пытаться проникнуть тем, что интересно вашей супруге. Ну вот, появились какие-то общие темы для разговора, чтобы вы смогли как-то взаимодействовать, чтобы вы смогли как-то вот контактировать так же, как и было раньше с ней. И, когда вы можете понять, любите ли вы свою супругу, действительно, или нет. И здесь важно быть честным с собой. Если случится так, что свою супругу вы не любите, если случится так, что вам ваша жена, ну, приятна, ну, родная, да, но вот той любви к ней вы не ощущаете, но эти чувства к ней у вас прошли тоже. И эти чувства не оживьте. Эти чувства не восстановить. И тогда все, что вы можете сделать, это быть с ней честным. И честно сказать, что, дорогая, мы попытались, я понял, что я тебя не люблю. Давай разведемся, я хочу, чтобы ты жила дальше, жила в свободной жизни, я буду обеспечивать тебя и твоего ребенка, нашего ребенка. Я вас не буду, я буду вам помогать, но я не хочу больше с тобой жить, потому что я тебя не люблю. Я хочу, чтобы ты был счастлив, а я, получается, тащил тебя таким образом назад. Таким образом я тащил тебя вниз. Я не хочу этого, поэтому хочу, чтобы ты была свободна. Вам нужно быть в этом случае честным. И вот в случае, если вы со своей женой восстановите, попробуйте восстановить все, что у вас оказалось распито, и чувств к ней у вас не будет, то есть вы все равно будете ощущать подрывность к колене, даже если у вас и в сексуальной жизни все будет хорошо, и общаться вы со своей женой будете, и вообще, то тогда можно говорить о том, что вы свою жену не любите, у вас к ней привязаны, у вас с ней может быть жалость и покровительственное отношение, но это не любовь, а любите вы к ним. И больно вы сделаете своей жене именно тем поступком, что изменяете ей. То есть изменяя – это когда вы вроде бы сильнее, но при этом вы спите с другой женщиной. Если вы скажете ей честно, что, прости, дорогая, я не хочу больше с тобой быть, я там подаю на развод, тут ваша измена уже перестает быть измена, и вы имеете полное право стать другой женщиной. Если вы своей жене, то сказали, что вы с ней больше быть не хотите. Это ваше право. И тогда, да, ей будет больно. Ей в любом случае будет больно. Но так, как вы поступаете сейчас, ей больнее, ей больнее. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ей было больно, если вы не хотите ссорить, если вы не хотите, чтобы ваша дочь страдала от ссор с ней, то тогда попробуйте отношение восстановить. И если отношение восстановить не получится, то будьте честными с ней, честны, будьте с ней честны, и скажите ей, что мне с вами больше ничего быть не может. И разойдите. Но, естественно, помогайте ей во всем, потому что, возможно, ей будет тяжело в первое время жить без мужчины. А вы пишете, что, значит, вы боитесь сделать своей жене больно, поэтому вы сказали, оставить ее без мужчины и прочее. Вы знаете, ваша жена, она сама решила оставить себя без мужчины в буквальном смысле, когда она прекратила с вами спасти. Она сама решила оставить себя без мужчины. Ей нужен муж. Муж, опять-таки, в буквальном смысле. Муж – это не мужчина в буквальном смысле. Муж – это человек, который обеспечивает свою жену. Муж – это тот, который свою женщину любит. Муж – это то, что касается любви, то, что касается интимных отношений. А муж – это то, что вы делаете для своей жены. Не нужно путать эти вещи. Вы можете быть для нее мужем, вы можете быть для нее человеком, тем, который ей помогает и который ее обеспечивает. Но вы можете для нее не быть мужчиной. И вы для нее уже не являетесь мужчиной. По крайней мере, на данный момент, мужчиной вы являетесь для Карины. И это вам нравится. Это заставляет вас думать, что вы любите Карину. Потому что она вернула вам забытое чувство ощущения себя мужчиной. Давайте вот это вот не путаться. То, что вы боитесь оставить ее без мужчины, вы уже оставили ее без мужчины. Точнее, она сама решила остаться без мужчины. Это ее выбор. И то, что вы можете сделать – это попробовать вновь быть для нее мужчиной, если она хочет. Но четко понимать при этом, что ни одна супружеская пара не может просить без интима. Если интима нет – пара развалится. Правда, простите, кому-то кто-то будет более неудовлетворенным от такого образа жизни, чем другой. И он будет искать удовлетворение своих потребностей и стараний. Вот это все. В данном случае это вы. Ну, да, бывает так, что это мужчина. Но это не ваша вина. Это, конечно, вы несете ответственно для того, что случилось. Потому что вы в некоторой степени вымирали… Ну, может быть… Это бы более легкий способ. Вы просто не дошли эту ситуацию. То есть вы ее предпочли оставить все как есть. Вот это неправильно. Вы видите, что ваша женщина не хочет с вами встать. Начнет какие-то проблемы. Эти проблемы нельзя оставлять без внимания. Может быть, если это будет богат, может быть, если это волнует, может быть, у нее какие-то проблемы с здоровьем, может быть, у нее в сексуальном плане какие-то проблемы и так далее. Вам нужно заявлять о своих желаниях. Заявлять о своих желаниях, о своей жене, безоплеченно. То есть это ваше право. Ваше прямое право требовать от нее того, чтобы она с вами спала. Мы сейчас говорим условно. То есть не буквально, в смысле, да, нужно брать и принудять. Нет. Но она обязана, как ваша супруга, удовлетворять ваши потребности. Если она этого не делает… Да, ну, естественно, не во вред себе. Если она этого не делает, потому что она не хочет с вами спать, то простите. Это уже… Это уже… Это уже не вам… Нюанс. Это уже то, что нельзя оставлять без внимания. И об этом надо разговаривать. Не о том, что у вас нет секса. А о том, почему она не хочет. О том, что ее, как бы, причины – это не серьезно. О том, что это вопрос ваших отношений, вашего будущего. Вот о чем нужно говорить. И вам нужно увидеть ее реакцию на возможный развод, на возможное проживание родителей. Как она реагирует? Может, она настолько перестала бояться вас потерять, что уже не придает значения тому, что с вами не спит. Тогда нужно дать ей понять, что вы можете от нее уйти. И вода начала бояться вас потерять. И тогда, может быть, все вернется на круге, стать своя. А вам нужно понять, в кого что-нибудь чувствует их с твоей женщиной. Еще раз. Нельзя любить двух женщин сразу. Маргарита – это ваша жена. С ней у вас налаженный быт. С ней у вас налаженная жизнь. И все. Карина – это партнер для секса. И нормальный собеседник на общий для вас темп темп. Она дает вам должное вы хотите. Я не говорю, что это не любовь у вас, Карина. Может быть. Но это нужно выяснить. 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 И выяснять это бесполезно до тех пор, пока у вас с вашей женой есть проблемы. Вам нужно понять, как же она к вам относится. Вам нужно понять, готова ли ваша жена что-то делать для вас. Для сохранения семьи. Если она готова, пробовать это делать. И в подрыв на свои ощущениях. После чего об этих ощущениях сказать ей и сказать Карина. Быть честным в первую очередь с собой. Если вы любите свою жену, то любовь она никуда не денется. Если ваша жена будет бороться за вашу семью. Если она будет делать что-то для того, чтобы это в меня сохранилось. Ваша любовь станет ненужной. Карина вам станет ненужной. Если ваша жена не захочет бороться. Это значит, что это не та женщина, которая делает вас счастливым. И вне зависимости от того, что вы ее чувствуете, с ней нужно расставаться. Потому что это нужно сделать хотя бы из уважения к ней. Типа, когда вы изменяете, вы оскорбляете ее. В любом случае. Даже если она ничего не делает. Вы оскорбляете ее тем, что вы ведете себя по отношению к ней не совсем честно. А значит и к себе тоже. Если ваша жена будет делать для вас все, что нужно. А то знает, что может вас потерять. Начнет вдвоевывать вас. Начнет проявлять себя. Но чувства с ней у вас не вернутся. Это нужно принять. И быть опять-таки с ней честным. Не нужно признаваться ей в измене. Не нужно говорить, что вы спите с другой женщиной. Нет, этого не нужно говорить. Я не моралист. И я не собираюсь вам указывать, что говорит в своей жизни. Я просто призываю вас попробовать сохранить ваши семейные отношения. Чтобы девять лет совместной жизни не прошли зря. И вот если вы попробуете, если вы попытаетесь. То тогда она уже может о чем поговорить. Далее. Далее в том, что касается Карина. Честно говоря. По вашему отношению. Карина очень неоднозначный человек. Ваша жена, несмотря на свое поведение, все-таки более-менее на виду. То есть она свайная. Она, в принципе, о вас заботится. Она, в принципе, о вам доверяет. Она дочь распитывается, я понял. Она ничем не нуждается. Но это ваша жена. Она, может быть, немного избалованная, но это жена. А Карина, она вроде бы в разводе. То есть собираются разводиться. Но почему-то этот спор не разводится. Ей жалко музея. Вроде бы и свободна, а в то же время и нет. Непонятно. Очень большой шанс того, что она вас обманывает. Вы этого, может быть, не замечаете, потому что вы ее любите, вы в нее влюблены. Но ее поведение выглядит странно. Странно. Если она хочет другой жизни, если она хочет быть свободной, она должна быть со своим людям, она должна приваться. Она не разводится с ним. Значит, он ей для чего-то нужен. А это значит, что она использует мужчину. И она может использовать и вас. Поэтому, вне зависимости от того, что у вас будет супругой, если вы решите от нее уходить, от своей жены, не уходите сразу, как Карине. Поставьте Карине условие, что если она хочет быть с вами, то будет разводиться с женой. Так же, как вы, разводитесь со своей, если вы решите уходить. То есть, вы поступком показываете, что вы готовы, готовы быть с ней. И она тоже показывает поступкам, что готова быть с вами. Если не готова, если не готова, вам или нужно будет сделать для себя тогда такой выбор. Готовы ли вы, в будущем уже один, без своей супруги, встречаться с Кариной просто ради встречи, без перспектив дальнейших отношений, без перспектив брака, без перспектив совместной жизни и прочего. Если да, встречайтесь с Кариной. Но не идите от нее чего-то, чего-то слишком, такого, большого, и с него, не идите, что она будет с вами, ожидайте, что это временно. Если нет, ну не искать вам будет другую женщину. Ну не искать вам будет другого человека, который бы стал вам достойной, достойной супругой. Ну и наконец, последнее, что хочется вам сказать. В принципе, в принципе, есть такой вариант оставить все, как есть, вообще. То есть, вам жить так, как вы живете сейчас, вашей жене жить тоже, как вы живете, как она живет сейчас. Карине тоже жить, как она живет сейчас. Но рано или поздно это даст встречину. Рано или поздно что-то пойдет не так. И тогда будет гораздо тяжелее. Вы не сможете вечно скрывать свой обман. Рано или поздно вы попадетесь. И тогда будет взрыв. То есть, пока вы отталкиваетесь, оттягиваете, точнее, принятие решения. Пока вы оттягиваете, пока вы тянете в рейтинге и надеетесь, что все разрешится как-то само собой. Все только становится более нарывающим. И в итоге этот нарыв взорвется. Вы пишите, вам с Кариной хорошо. И не только в плане интимной жизни, а на милой и приятной собеседнии. Хорошо. Может быть да. Может быть. Может быть это ваша женщина. Но тогда нужно заслужить отношения с женой. Вы не сможете быть и стой-стой. А значит, нужно принять какое-то решение. И поскольку вы магазин любите и цените, я рекомендую вам сперва попробуйте наладить с ней отношения. Попробуйте поговорить с ней. Попробуйте откровенно заявить о своих желаниях и так далее. И вот тогда вам будет ясно. Тогда и если вам будет от чего двигаться. А сейчас от каждой из этих женщин вы получаете то, что вам нужно. Простите, но вы обе, обоих точнее женщин используете для своих целей. Ну, я не думаю, что это то, что вы хотите. Вы хороший, ответственный человек. Вы осознающий себя мужчина. Вы правильный мужчина со своими очень хорошими ценствами. Очень хорошими, я бы сказал, правильными взглядами. Не потеряйте это. Не позволяйте обстоятельствам действовать на вас так, что вы предаете сами себя. Когда вы поступаете так, как вы сейчас поступаете, вы предаете сами себя. Свои ценности. Свои идеалы. Свои стремления. Свои желания. И все самое главное, вы вредите дочке. Предположим, вы не будете жить за своей женой. Предположим. Это не мешает вам общаться с дочерью. Это не мешает вам видеться с ней. Это не мешает вам проводить с ней время. Жена в любом случае не имеет права лишить вас так. Многие возможности. Но это избавит дочь от негативной атмосферы в вашей семье. И она не будет винить себя, как это делает любой ребенок, в ваших ссорах. Вы же не хотите, чтобы дочь винила себя в том, что вы ссорите. Вы же не хотите, чтобы она считала, что это она от финала того, что у вас конфликт с мамой. С ее мамой. Думаю, нет. Поэтому всем важно разрешить ситуацию так, чтобы она была для вас понятной. Надеюсь, я помог прояснить вам вашу позицию. Надеюсь, я помог ответить на ваши вопросы. Надеюсь, я смог обрисовать вам то, как нужно разрешить эту проблему. Надеюсь, я был вам полезен, как и моя аудиозрация. Если какие-то дополнительные вопросы у вас появятся, то пишите. Я с радостью вам еще помогу. Может быть, в такой же форме. Может быть, вы решите поговорить со мной по аудиосвязи. Такая возможность тоже есть. Без видео, просто аудиосвязи. В любом случае, решать вам. А пока в рамках того, что вы написали, я думаю, ответ исчерпывающий. И я думаю, что он на этом можно закончить. Всего вам доброго. И хочется сказать немножечко по поводу времени. Значит, если вы прослушаете аудиозапись. Допустим, вот на момент записи было десять минут шестого. По московскому времени. То где-то минут через двадцать. Наверное, именно столько. Может быть, даже больше немного. Именно столько эта запись идет. Вы прослушайте всю и напишите мне свой следующий вопрос. Вопрос этот будет уже завтра где-то в районе шести часов вечера по Москве. И в это время я вам ответить не смогу. Могу я вам ответить после семи часов. Но только до восьми. То есть там лучше у меня работа. Вот так. То есть, если у вас основные какие-то вопросы, то вы задайте мне их и где-то после семи я вам отвечу. В такой же форме, например. И если у вас еще появятся вопросы, то на них я отвечу уже после девяти или десяти часов вечера по Москве. Надеюсь, вам понятно то, что я сказал. Надеюсь, вы относитесь с пониманием к тому, что я сказал. И действительно надеюсь, что вам помог.